И последнее задание — написать доклад о самом страшном, злобном существе на планете. Злюка хочет послушать о себе биографию. Ну, наконец-то, мы пережили этот ад. Кстати, завтра все должны прийти пораньше в школу. Не все же должны жить вечно в школе, как вы, и питаться только мелом. Картоха, тебе что, мало двоек? Завтра, между прочим, вам всем будут ставить уколы. Так что не опаздывайте. Уколы? Как я буду ставить уколы? Я ведь их боюсь до смерти. Луана, все через это прошли. Ничего страшного с тобой не случится. Просто снимешь штаны и... Стоп! Ты что, хочешь сказать, что нам будут ставить укол туда? Куда туда? Как тебе сказать помягче? В общем, будут ставить укол туда, чем думает Марка? Вы что, издеваетесь? Я тем более никуда не пойду. Картоха, нам надо что-то придумать. Не-не-не, ты что, это важный укол. Один раз поставишь и болеть весь год не будешь. Ну, пожалуйста. Нет. Я не буду, даже не проси. Ну и ладно, я без тебя справлюсь. Так, я и не понял, нам куда ставить-то будут? В мозг, что ли? Да не бери в голову, не будь как Луана. Кстати, а где Пиня? Помогите, помогите, тут вор! Спасибо вам, мистер... Эм... Пингвин, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Простите, вам что-то еще нужно? Ага. Сто тысяч лайков? Угу, угу. Ой, это не ко мне, это к Луанчикам. Спасибо вам и на этом. Чего? Кому спасибо? И на этом тоже спасибо. И на вот этом спасибо, прям спасибо. А ты кого так благодаришь в телефоне? Ты не поверишь, я только что заказала вкусняшек в самокате на 10 рублей. 10 рублей? Такого быть не может. Еще как может. Бонусы Сберспасибо можно обменять на скидку до 99% в самокате. И самое главное, все очень просто. Заходишь в приложение самоката по Сберайди, набираешь вкусняшек и обмениваешь накопленные бонусы на скидку. Все. Ничего себе. О, а вот и вкусняшки. Уже? Это же самокат, доставка от 15 минут. Скорее переходи по ссылочке в описании, там все подробности. Ммм, спасибо, это было очень вкусно. Но мне пора работать. Так, нужно капнуть сюда и проверяем. Это невообразимо, у меня получилось. Муха ничего не чувствует, буквально. Ее боль куда-то испарилась. Ладно, пойду передохну и продолжу эксперимент. Это-то мне и нужно. Так, как он там делал? Вроде все. Надо побыстрее уходить, пока он не пришел. А теперь нужно проверить, сработал ли его эликсир. Так, чем бы проверить? Точно, тумбочка. Фуф, я готова. Один, два, три. Не пофиг. Мне что, реально не больно? Ничего себе. Вот это чудеса. Ну-ка, еще раз. Да, квартира там понравилась. Подскажите, а район хороший вообще? Конечно. Здесь самое лучшее место для приобретения квартиры. Загляните в любое окно. Даже соседа чудного не увидите. Хе-хе. Хе-хе, прикольно. Хе-хе-хе. Луана, смотри. А ты что делаешь? Марка, ты не поверишь. Помнишь, я боялась ставить уколы? Так и я нашла решение. Ах, ты что, отрезала полки? Чтоб тебе укол не поставили? Ты что, совсем что ли? Я украла... Ой, я украла у картохи с надобья. И теперь я вообще не чувствую боли. На, проверь. Что я с ним должен делать? Бить, давай. Ты уверена? Да, давай. Точно? Хватит бояться, давай уже. А-а-а-а. С тобой все нормально? Вообще ничего не чувствую. Смотри, какая целая. Ой. Кстати, смотри, какой подарок я тебе нарисовал. Хе, это что за подобие рисунка? Кто на ней вообще нарисован? Я тебя вообще-то нарисовал. Чтоб своими каракулями больше никогда не прикасался к карандашу и... Ой, что это на меня нашло? Вообще-то, это очень обидно. Марка, я не это и хотела сказать. Рисунок замечательный. Главное ведь, что ты старался. Правда? Ну, конечно. Раз ты ничего не чувствуешь, тут у меня такая проблемка небольшая. Ах! Кто у тебя стащил ботву? Они. Ладно, что не сделаешь ради друга. Только не за мной. Все, достала. Держи. Ура! Спасибо большое. Ну, раз я тебе помогла, то мне теперь тоже нужна твоя помощь. Какая? Не задавая лишних слов, маленькая, оранжевая, сморщенная морковка. Хорошо. Ой, извини, я что-то сегодня сама не своя. О, а давай на перегонки, кто быстрее пробежит по экскаватору. Ура! Я первый! Ой, да ничего страшного, со мной все в порядке. Ей что, даже помощь не нужна? Да, там же не сильно, что ей помогать-то? Блин, ноготочек отломила. Вот мне сразу не понравилась эта идея. Зато ты всех людей удивила. К одному даже скорая приехала. Да, картоха придумал просто гениальное зелье. Кстати, вот мы и пришли. Давай собирать много конфет. А зачем тебе столько много? Ты же раньше не ела столько сладостей. А давай ты будешь молчать и не задавать дурацких вопросов. Хорошо? Хорошо. Так, ну все, я набрала. Тогда пошли на кассу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Луана, ты куда? А-а-а-оплатить? Хм-хм, вы что, украли сладости? Нет, я все оплачу. Она просто на солнце перегрелась, и ей стало плохо. Ладно. Луана, ты совсем сдурела? Это что, только что было в магазине? Хм-хм, наконец-то ты пришел, противная морковка. Ты чего? А я тут для тебя сюрприз приготовила. Догадайся, что я сейчас буду готовить. Ты что, хочешь сделать морковный салат? Только не это. Я сделаю все, чтобы ты всю жизнь мучился. Луана, ну пожалуйста, не надо. Мне все морковки дороги. Уже поздно. Ха-ха-ха-ха. Вот нельзя ни на минуту вас одних оставить. А я-то что, она одна у тебя стащила? Я только потом узнал. Все равно, мог бы сказать мне, а если бы она совсем превратилась в злую из-за этого зелья? Я же не знал, что она злая. Ничего я не злая. Овощи проклятые, быстро меня выпустите. Как можно такое не заметить? Она будто молодая Злюка Злюковна. Ой, а что со мной случилось? Я тебя поздравляю. Ты натворила кучу плохих дел, так еще и плюсом мне отмазалась от укола. Блин, ну как так? Зачем я вообще без спроса полезла к тебе в лабораторию? Хотя, может ты и не поедешь? В смысле? Я сейчас посмотрел твои анализы на всякий случай и увидел, что твой иммунитет полностью справится с любым гриппом. Ура! То есть я все-таки избежала этого дурацкого укола? Получается, да. Но что больше ничего не брала у меня без спроса? Даже немного. Луана! Субтитры сделал DimaTorzok